И сейчас детальнее о ситуации в Запорожской области. Поговорим с Александром Старухом, с нами на связи глава Запорожской областной военной администрации. Здравствуйте, Александр Васильевич. Здравствуйте, Александр Васильевич. Здравствуйте. Итак, британская разведка сообщает, что в последние недели российские войска усилили оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, на юге нашей страны, особенно между Васильевкой и Ореховым, опасаясь наступления нашей армии и пытаясь обезопасить сухопутный коридор в Крым. Наша разведка предполагает, что враг может начать наступление на Запорожскую область. По Вашему мнению, что может предпринять противник? Все-таки будет обороняться или действительно может предпринимать попытки контрнаступления? Во-первых, укрепления они строят давно, фактически с весны. Только оккупировали полностью регионы Мелитопольского, Бердянского района и Пологовского, Васильевского. Соответственно, там начались возведения этих рубежей оборонительных. Довольно-таки мощная эшелонированная оборона построена, нужно отметить. А в последнее время они пытаются прощупывать нашу оборону на нескольких направлениях. В принципе, традиционно то, что они пытались сделать в последние 10 месяцев фактически. Периодически это становилось менее интенсивным, более интенсивным. Сейчас интенсивность возросла. Ну, конечно, никакое сравнение с боями на Бахмутском направлении или Солидара не идет, но тем не менее. То есть это прощупывание на наличие, так сказать, слабых каких-то мест. Да, да, слабых мест. Пытаются найти слабые места. Нарастили они силы, это очевидно. И в их средствах массовой информации, и на телеграм-каналах. Ну, и, соответственно, данные всей разведки. Спрятать людей их же нереально, их видно. Нарастили в основном силы людьми, мобилизированными. Они больше в очередные части пришли, по всей видимости, с Забайкалья, потому что люди такого вида, скажем, антропологического, в общем, определенного. Соответственно, да, соответственно, морозы это всегда, как бы, скажем, повышает проходимость тяжелой техники по полям, а не только по определенным участкам. Соответственно, конечно, в такое время возрастает опасность, да, попыток прощупывать нашу оборону более жесткими методами. Но у нас тоже так же идет огородительная работа, усиливается она, продолжается. И, соответственно, наши вооруженные силы Украины тоже готовы к любым вызовам, которые есть. И может быть. Ну и к тому же мы знаем, что враг не прекращает свою варварскую тактику, а обстрелы наших мирных городов. И знаем, что в прошедшие выходные 15 городов Запорожской области враг обстрелял. Стреляли по областному центру, по Запорожью, кассетными боеприпасами. Под обстрел российской армии попала в том числе и миссия ООН, которая как раз доставляла гуманитарную помощь Орехову. Да, Денис Браун. Да, Денис Браун, координар. Расскажите, расскажите об этом очередном варварском. Смотрите, они же там у себя распространили перед Рождеством, какие они там верующие, как они там придерживаются традиций. Да, призывали к перемирию. Можно себе перемирия сделать. Ну, перемирие началось вечером 6-го, когда в 5-м вечера с обстрела градами Орехово. Ну, а с 7-го эти все истории продолжились уже при помощи артиллерии, в том числе, когда миссия ООН с гуманитарной помощью приехала в Орехов, в Орехов и раздала там, оставила гуманитарную помощь. Ну, так вот, как бы, ну, ложь, ложь она у них была, есть и будет. Все, что они говорят, ясно, что верить нельзя. Потом удары были по предмистью, это не в Запорожье само, а рядом, да, прилетели кассетные. Давно такого не было, это с Мерчевой летели, где-то с, ну, прилично они тоже летают, не с 300. Слава Богу, никто не погиб, обстрелов много, за последние сутки 91 обстрел был. Ну, мы сейчас видим последствия этих обстрелов, опять жилой фонд, дома мирных людей. Туда прилетела и многоэтажку, и в Гулейполе, и в Орехове, и в Степногорская громада несколько раз обстреливалась. Ну, в общем, продолжают они свое черное дело. Вообще, так, с начала года 652 обстрела непосредственно было, и погибшие есть, и раненые. Ну, последние дни, слава Богу, никто не ранен, никто не погиб, это самое главное. Все, что разрушено, обязательно возобновим, отстроим после победы. Да. Александр Васильевич, еще один очень важный стратегический объект, Запорожская АЭС. Расскажите, какой вы владеете последней оперативной информацией оттуда? Известно, что российские войска продолжают терроризировать наших работников, и буквально принудительно заставляют получать российские паспорта. Около трех тысяч сотрудников АЭС вынуждены были получить эти бумажки, так сказать. Да, ну, такое дело. Это же, понимаете, это же не выбор людей, это принуждение. Ну, три тысячи человек, да, приблизительно по оценкам сотрудников АЭС, и принуждают их там подписывать договора, ну, в общем, как и по всей территории, на всех предприятиях пытаются заставить коллаборировать людей, которые в оккупации живут. Ну, на атомной станции это особый цинизм, потому что люди не могут уехать, они должны обеспечивать функционирование ядерного объекта, который не работает по-прежнему. И в конце декабря был снова нанесен удар, и были испорчены линии электропередач, по которым станция обеспечивала безопасный режим холодной остановки, охлаждения реакторов. Ну, было, на днях было все восстановлено, работала на генераторах до этого, было восстановлено, опять электроэнергию поступает с единой аналитической системой нашей страны, и обеспечивает определенную, насколько это возможно, степень безопасности функционирования. Радиация в норме, ну, и оккупант дальше продолжает тоже свое черное дело, и дальше стреляет из градов по мирным населенным пунктам, прежде всего это Никополь, Марганец и села вокруг этих двух городов Днепропетровской области, которые, ну, практически там в 7-5 километрах через Каховское водохранилище. Но, я думаю, будет подтверждение, генеральный штаб скажет оценку. Наши хлопцы дают достойный отпор и поражают технику врага, которая делает такие неподобства. Вы знаете, мы все помним, как в начале ноября прошлого года глава энергоатома Петр Котин говорил, что есть какие-то предпосылки думать, что вот-вот возможно оккупанты выведут тяжелое вооружение со станции и отступят. К сожалению, вот судя по тому, что вы сейчас рассказываете, таких предпосылок мы сейчас не наблюдаем, и в этой связи, наверное, глава энергоатома снова же Петр Котин настоятельно уже теперь сказал, что необходимо в срочном порядке на станцию направить миссию миротворцев ООН, чтобы снять угрозу, ядерную угрозу снять. Но опять же, судя по тому, что мы слышим, вы верите в то, что Россия допустит туда миротворцев и миссию ООН? Ну, смотрите, все, что делалось и мировым сообществом, и международными организациями, оно не возымело никакого результата. Поэтому просто более жесткие формы давления должны быть организованы, на мой взгляд. И, соответственно, то, что Россия просто статутом ООН пренебрегает, надо давить уже как более жестко, потому что это модель, по которой международные организации построены, она показывает свою неэффективность. Если вопрос нужно рассматривать безопасности ядерного объекта на Совбезе ООН, а Россия является так называемым постоянным членом и блокирует любое рассмотрение, ну, наверное, что-то неправильно работает. И рассказывать озабоченность, в которой энна тысячный раз, это ни к чему не приведет. Сейчас, к сожалению. Новая проблема у нас может возникнуть со временем, это падение уровня воды в Каховском водохранилище, соответственно, потому что там повреждена Каховская ГЭС, оккупант, они же стреляют куда ни попадя. И, соответственно, вот новый виток проблем такой нарастать опять нашим операторам, нашим инженерам. Дополнительная нагрузка, в общем-то, будет. Но пока мы не видим никаких изменений, все по-прежнему так же, как и было после захвата атомной станции в начале марта. К сожалению. Еще хотел детальнее услышать о ситуации в Мелитополе. Известно, что там российская военная комендатура сейчас применяет еще более жесткие правила, хотя, казалось бы, куда еще более. Известно, что автомобили, которые будут пересекать блок посты без специального пропуска, будут считаться вне закона. Можно допустить, что таким образом, наверное, будут собирать данные о местных жителях, о их передвижении, потому что без спецпропуска ты никуда не поедешь. Ну, смотрите, ну, смотрите, там что там внутри происходит, ясно. Периодически все облавы, периодически проверка телефонов и давление, и ограничения, ну, в общем, ничего нового. И людей как крали, так и крадут. И деньги за них требуют, выкуп или просто держат на подвале. Для нас важно то, что не дают возможности людям выехать с оккупированных территорий. Если раньше была хоть какая-то возможность через Васильевское направление выйти, то вот с начала года двух людей, ну, практически пешком отправили, которые отказались от сотрудничать с оккупантами, директора одного из училищ, уже там в возрасте, и женщину тоже, руководителя одного из образовательных учреждений. Просто привезли, отправили пешком. А в том, что они дальше людям делают такую ситуацию, что нет выхода, да, что без выхода такое, ну, да, продолжается эта история, ситуация. Ну, террористы, они же, на то и есть террористы, чтобы такими методами действовать. Им нужен живой щит, живой щит из наших граждан. Конечно, так и пошли. Они и обстрелы ведут, и атомная станция прикрывается, и людьми прикрывается, в общем-то. Тут обсуждать, знаете, одно и то же говорим уже, это, ну, в принципе, ничего нового не произошло. За это время каких-то послаблений ясно, что нет. Ясно, что людей заставляют коллаборировать, ограничивают их права, ну, во время войны ясно, что в оккупации какие-то там права. Еще один инцидент, возможно, вы знаете детали, подробности. Известно, что как раз в Запорожской области противник устроил некую акцию устрашения среди своих военных, и росгвардейцы расстреляли своих же, шестерых человек, которые хотели сдаться в плен силам обороны Украины. Скажите... Это регулярно происходит. Это регулярно, смотрите. Но это более как-то показательный какой-то был, мне кажется. Нет, вот когда вагнеровцев группы этих, ну, их всех называют, эти все заключенные, да, то, что они с тюрьмы подоставали весь этот неподряд, и привезли. То есть там ясно, что сзади загородотряд стоит, и, соответственно, они подталкивают их идти вперед. Если легко раненые, то ничего, сразу там перевязка, и опять идешь на так, если тяжело, раненые просто достреливают. А для того, чтобы у них не было никаких малейших даже желаний дергаться, просто перед строем регулярно производят показательные казни. Да-да, но это действительно, мы говорили про пригожинцев, да, про ЧВК Вагнера, а это Росгвардия. Это Росгвардия, это уже другая история. Ну, смотрите, там разницы особой нет. Конечно, все захватчики, все оккупанты, да. Везде группы прорыва, ну, они их набирают из вот так называемых, вот этих Вагнер, это что-то всех там называют, ну, заключенных фактически. Это как во время Второй мировой войны были штрафные роты, да. Ну, в принципе, ничего нового нет. Или там мангала-татары, то же самое, ничего нового нет. Устрашение запугивает своих, в первую очередь, чтобы они выполняли задачу, а задача одна – служить кушечным мясом. Кто знает, может быть, это спровоцирует обратный эффект? Да, ну, смотрите, если люди рабы, ничего не изменится. Это же не один день, год. Если мы говорим, что это системно повторяется столетиями, ну, наверное, что-то в менталитете народа, который проживает на этой территории, в тех формах и методах управления, которые он сам принимает, да. Если люди не захотят, ну, реально же ничего не будет. Если люди просто не заходят, ну, хорошо, ну, в тюрьму на три года, если они не пошли в ад. Ну, пошел на три года в тюрьму. Всех же не пересадят, там, тюрьмы на 2 миллиона рассчитаны, условно говоря, а там население 140. Поэтому они сами играют в эту игру, если ее так можно назвать, и сами являясь рабами по своему характеру, в итоге платят за это такую цену. Мы непонятно за что платим в этой ситуации. Спасибо, Александр Васильевич. Спасибо. Александр Старух был в нашем эфире, глава Запорожской областной военной администрации. До свидания. Спасибо.